Можно свести к трём основным направлениям. Первое – это продвижение интересов и гарантий реализации прав, в том числе и на законодательном уровне. Ведь кто-то должен до структур власти, отчаяния, инвалидов донести, причём не просто донести, как это плохо, как это сложно, а чтобы это всё воплотилось в какой-то закон, который бы потом работал. Вот с этим есть большая проблема. В 2010 году была достигнута победа, мы её тогда считали победой, в избирательные списки включили по два человека слов от каждой партии. При этом мы помним, всего в одной партии в Арнамыс Достану Бекешеву дали десятый номер, который позволил ему стать депутатом. И как мы видим, это очень эффективный депутат получился. И с его помощью люди с ограниченными возможностями здоровья получили возможность доводить свои проблемы до структур власти. Многие из этих проблем, они воплощались в законопроекты. Ну, несмотря на это, вот есть проблема с тем, чтобы интересы воплотились в закон. Вот давайте такой пример буквально позавчерашний приведу. Значит, тот же Достан Бекешев инициировал законопроект о том, чтобы в аптеках инструкции для лекарственных средств дублировались, шрифтом брали, крупным плоскопечатным шрифтом. То есть стояла в аптеке полочка, на которой бы любой человек мог почитать эти инструкции. В справке об основании были данные о том, что у нас около 50% людей с проблемами зрения в Кыргызстане. То есть каждый второй. Для людей старше 50% это 60%. Старше 50 лет 60%. Школьников 20%. То есть это довольно значительная часть нашего населения. И когда на комитете позавчера обсуждался этот законопроект, Дамира Незалиева сказал о том, что мы не можем принимать законопроекты в интересах какой-то одной группы населения. Это председатель комитета по социальной политике. То есть даже если не идет речь об инвалидах, а о людях с ограниченными возможностями здоровья. А ведь посмотрите, это право на доступ к информации всех категорий, в том числе и инвалидов. Оно записано в Конституции раз, в законе о доступе к информации два, и в законе о правах и гарантиях ЛОВС. Это все уже прописано. И когда речь идет о конкретной реализации конкретного закона, вот второй момент, второй блок, вот здесь тоже возникают большие-большие проблемы. Потому что у нас в принципе очень неплохие законы уже существуют, но они не работают. И когда поднимается вопрос, как же заставить эти законы работать, говорят, нет средств в бюджете. Если пытаются вовлечь частный бизнес и другие части сообщества, говорят, вы нас грузите. В итоге мы попадаем вообще в такой тупик. У государства нет денег, все остальные сектора экономики вовлекать в этот процесс нельзя, иначе мы губим здоровую конкуренцию и все остальное. И третий блок проблем, который здесь существует, это обеспечение физической доступности. Мы как-то беседовали с председателем Октябрьского суда. Тот рассказал случай, когда потерпевшего в результате происшествия для судебного разбирательства пришлось просто колясочника на руках выносить в зал заседания. На руках выносить.